Всем привет! Меня зовут Лиана, кто еще не знаком, будем знакомы. В этом видео я бы хотела вам показать лайфхаки для инстасторис. Кстати, это видео всего лишь один урок из моего СММ-курса, всего уроков 20. Поэтому, если вы хотите работать удаленно, заниматься любимым делом и еще получать за это деньги, то ссылка, если что, внизу, там сайт, все подробно написано, кто я, что я, где я работала, какой у меня опыт. Что мы вам дадим по итогу? Доступ по курсу будет целых три месяца, все лето, можно насладаться, смотреть на сколько угодно. В общем, не буду задерживать. Приятного просмотра! Инстасторис, часть 2. Сейчас я вам покажу на практике, как делать классный визуальный контент в сторис, как делать классные репосты, потому что есть очень много лайфхаков, о которых многие не знают. Заходим в инстаграм, все внимание на экран. Заходим в инстаграм и как же сделать классный репост, чтобы он был интересный, чтобы он был прикольный, чтобы люди у вас спрашивали, вау, как ты это сделал, что-то скинул такой. Делаем репост фото. К примеру, сейчас мы с вами репостим фотографию в профиль. Многие не знали, но фон можно заливать. То есть вот вам стандартный фон, серый, еще он бывает градиентом, здесь плохо виден градиент, но он есть. Вы можете выбрать абсолютно любой цвет. Нажимаем на кисточку и выбираем абсолютно любой цвет, который вам интересен. Просто зеленый, он может быть оранжевый, он может быть розовый. То есть вы зажимаете пальцем, держите одну секунду, и фон красится. Также вы можете зажать цвет, зажать цвет, и у вас появится гигантская палитра, и вы можете сами вручную настроить цвет. Это просто гениально. Ну а сейчас еще один лайфхак. Вы берете пипетку и наводите на саму фотографию. И там находите идентичный, идеальный цвет, который подойдет под фото. Например, я сейчас наведу на свой бюстгальтер, и что мы видим? Бац, все, идеально. Так, у нас есть фотография, но чего-то не хватает. Давайте перейдем мы в фотопленку. И найдем идентичные фото с этой съемки. Например, такую же фотку. Возьмем ее, скопировать. Переходим обратно в Инстаграм. И теперь мы вставляем эту фотографию. Вуаля! Мы можем поставить ее рядом. Можем нажать на эту фотографию, и она отразится зеркально. И у вас получится такая игра, визуальная игра, и тоже очень классно, стильно смотрится. Либо вы можете сделать эту фотографию поменьше. Фотографию с постом сделать, поставить посередине. Также перейти в фотопленку, выбрать из этой съемки какую-нибудь похожую фотографию. Также скопировать ее. Перейти в Инстаграм и также вставить эту фотографию. Все, посмотрите, какая красота. У вас три фотографии идет подряд. Сейчас я красиво все сделаю. И интересно, прикольно смотрится, как будто бы это и не Инстаграм. Вот так вот. Красота. Также можно оформить различными узорами, что-то написать, что-то нарисовать. Перейти в гифки, написать new post. New. Обычно это очень классное слово, которое работает. Все, все работает, все работает, все класс. Вот. Красота. Идем дальше. Лайфхак номер два. Выбираем фотографию, опять же, любую. И репостим ее в сториз. Мы уже умеем с вами заливать красиво фон. Отлично. Опять же, нажимаем на нашу пипетку, ищем красивый цвет. Супер. Но чего-то не хватает. Заходим в Google или в Яндекс, или в Safari, куда угодно. Заходим и пишем облако PNG. Мы выбираем с вами абсолютно любую картинку в PNG формате. Давайте напишем на английском. Абсолютно любую картинку. Вот. У нас есть облако. Это облако мы с вами сохраняем в свою фотопленку. Теперь у нас в фотопленке есть фотография облака. Мы ее также копируем. Скопировать фото. И вставляем в наш инстаграм. Теперь у нас есть облако. Вы видите вообще? И оно просто идеально подходит. То есть оно полупрозрачное. Оно не перекрывает саму фотографию. Сам репост. Очень красиво, лаконично, круто смотрится. Вы можете все, что угодно ввести и все, что угодно вставить. Это очень круто. Вы посмотрите, какая красота. Просто куда угодно, куда угодно. Опять же, можем написать текстом new post. Давайте напишем с вами new post. Выберем с вами шрифт классный, модный, стильный. И все. И все. Это 3 секунды вашего времени, но уже ваш репост выглядит намного лаконичнее и круче. Мы с вами репост фотографии. Отлично, сделали репост фотографии в Stories. Хочется какой-то прикольный классный фон. Возвращаемся в Safari. Ну, или не в Safari, в любой поисковик. И теперь мы с вами забиваем любое слово и приписываем к нему слово gif. Например, небо. Gif. Вам выскакивают в картинках изображения гифки. То есть они двигаются, они реально двигаются. И это очень-очень классно смотрится. Давайте сохраним любую гифку. Например, вот эту. Мы ее сохраняем. Добавить фото. Отлично. У нас теперь гифка есть в фотопленке. Мы эту гифку также копируем. И вставляем. Все. У нас теперь есть небо. Но очень важно сделать вашу фотографию побольше. Перекрыть эту гифку фотографией. Но оставить такую маленькую-маленькую линию, чтобы вы смогли вытащить ваш пост. И все. Посмотрите. Это же просто. Но. Если вы видите эту линию, и вам она не очень нравится, также выбираем пипетку, выбираем цвет гифки и закрашиваем эту линию. Все. Ничего не видно. Все красиво. Все классно. Стильно. Модно. Так же, как и гифку, вы можете на фон поставить свою фотографию. Например, давайте возьмем опять же любой пост красивый. Вот этот. И репостим его себе в сторис. Далее мы заходим в фотопленку и выбираем какую-нибудь фотографию из этой же серии. Например, вот я сфоткала в студию красиво. Копируем это фото и вставляем его. Все. Это фото готово. Ребята, на некоторых прошивках инстаграма, и на некоторых прошивках айфона при двойном нажатии у вас пост вылетает на передний план. У меня не вылетает. У Эльвиры, например, вылетает в ее айфоне. Я не знаю, с чего это связано, но я пользуюсь старым дедовским способом, который я вам уже показала. Сначала я нажимаю. Все, готово. И опять же закрасим с вами фон, чтобы было все достаточно красиво, чтобы не было этого градиента. Все, готово. Красота. Красота. Это 5 секунд вашего времени, но зато ваш инстаграм выглядит намного лаконичнее. Далее. Еще один лайфхак. Берем с вами фотографию любую. Опять же, репостим ее в сториз. Отлично, репостили. Выбираем с вами фотографию, цвет, чтобы залить фон. Далее. Ставим точку. Потом много-много-много-много-много пробелов. Много пробелов. Отлично. Теперь выбираем рамку для этих пробелов. Но рамка должна быть полупрозрачной. То есть, не на всех шрифтах можно сделать полупрозрачную рамку. Выбираем цвет. Какой-нибудь прикольный. Вот такой, например. И растягиваем это удовольствие. И у нас получается вот такая красота. Такая ровная линия, которая перекрывает немножко пост. Также вы можете сделать это вниз. Внизу. Давайте сделаем то же самое внизу. То же самое внизу. Но мы можем с вами выбрать другой цвет. К примеру, вот такой. Окей. Выберет цвет. Все, растягиваем. У нас вот такая с вами появилась красота. И теперь давайте дополним эту сториз. Напишем много-много-много слов new. То, что у нас вышел новый пост. Очень прикольно, кстати, комбинировать английский, английскую и русскую речь. Несложными словами, потому что многие не знают английский. Поэтому такими несложными словами. Выберем оттенок, который был выше. Растягиваем. И последний лайфхак. Если честно, я долго вообще не понимала, как делают это люди. Как делают это люди. Но это очень классный лайфхак. Итак, например, у нас есть три фотографии. Или четыре, или пять фотографий. Вы не хотите сделать какой-то калаш страшный. Или вы не хотите их загружать просто подряд. Что же делать? Открываем нашу фотопленку. Выбираем эти фотографии. Вот, например, у меня, видите, очень много одинаковых фотографий. Вставляем фото номер один. Вставили фото номер один. И переходим на нашу фотопленку. Открываем эту фотографию. Следующую фотографию, которая вам нравится. Копируем ее. И вставляем. Отлично. Сохраняем это. Теперь. Открываем этот пост. Сохраненную картинку. Переходим на нашу фотопленку. Выбираем третью фотографию, которая вам нравится. Скопировать фото. Вставляем ее. Вставляем вот так. Опять сохраняем. Так можно до бесконечности. Не забывайте выкладывать эти фотографии последовательно. И у вас будет очень классный визуал. И будет очень классно это все выглядеть. Например. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Все же. Итак. Вот выкладываем фото. Раз. Потом выкладываем фото. Два. И выкладываем фото. Три. Все. Раз. Два. Три. Идеально же. Очень классно, прикольно. Это интересно смотреть. Всем нравится?